В Крыму впервые прошел день йоги. В столице полуострова к всемирной акции присоединилось порядка 200 человек разных возрастов. В пик летнего солнцестояния они делали специальные упражнения больше сотни раз. Таким образом, участники праздника йоги приветствовали солнце и наполнялись небесной энергией. Получила поддержку мероприятий и в Госсовете Крыма. Массовая йога в день летнего солнцестояния охватила весь мир. Поприветствовать главное небесное светило. В разных странах на улицы вышли сотни человек. А в прародительнице этой духовной и физической практики Индии с ковриками и стремлением гармонии в йога-акции приняли участие и вовсе десятки тысяч человек. Не остался в стороне полуостров. Поддержали всемирный праздник в крымской столице 108 упражнениями сурья-намаскар. Как и все в йога-практике, их число и название отнюдь не случайны. Сурья – это солнце, намаскар – это приветствие. 108 – это такое сакральное число. 108 бусин на четках, 108 индийских храмов, 108 форум в индийском танце. Ну, это сакральное число. То есть очень много связано в разных странах, в разных философиях. Число 108 имеет магическую такую природу. Практикующие йогу верят, что приветствуя солнце таким образом, можно разжечь свое внутреннее светило. Помимо физической пользы, подобные занятия способны сбалансировать внутренний мир человека. Уже успела прочувствовать это на себе и крымчанка Анастасия. Начала заниматься за компанию со своим молодым человеком, но после нескольких посещений поняла – йога стала для нее намного больше, чем просто фитнес. Очень интересно. Это раскрывает новые грани в человеке и во мне лично. Здесь задействованы не просто это физические упражнения, здесь еще дыхание, и оно влияет на тонкое тело. У нас сейчас утрачено знание о тонком теле, но это самое важное, что есть. Именно из тонкого тела, считает Анастасия, появляются все проблемы и болезни. Поэтому в первую очередь нужно работать над своей энергетикой. И практика йоги – то, что для этого нужно. Таких, как Настя, поддержать мировую акцию пришло порядка 200 человек. Не спугало их ни палящее солнце, ни раннее воскресное утро. Здоровое тело и дух важнее сна. Увидели пользу в таких занятиях и руководители республики. Мы обратились за помощью в госсовет. Нас, слава богу, поддержали. Нашу акцию «Наше утро здоровья». И вот благодаря председателю Константинову и Марине Черновой мы все это смогли провести и организовать. Такая акция по всему миру проходит ежегодно. В Крыму же ее провели только в 2015. И в следующем организаторы планируют не мелочиться. На полуострове пройдет целый йога-фестиваль. Дарья Скобеева, Андрей Трещук. Время новостей.